Здравствуйте! На этом занятии мы будем работать с текстурами камня. Камень сам по себе является довольно сложной структурой, поэтому мы не будем использовать смарт-материалы. Пользуясь референсами, мы создадим наиболее реалистичный вариант такой каменной структуры. Итак, давайте начинать и первым делом изучим референс, посмотрим как это поможет нам создать нужный тип камня. Первым делом нужно найти экземпляры каменных элементов, структуру которых вы хотели бы воссоздать. И вот я нашел один из таких вариантов, он очень хорошо нам подходит. Общий вид мне очень импонирует. Обратите внимание, тут присутствуют и немного загрязненные участки, есть небольшое разрушение каменной структуры. Но этот элемент не выглядит очень старым. Каменная фактура очень выражена и естественно смотрится, хорошо контрастирует формы, есть рельеф и темные загрязненные участки. Обратите внимание, как элементы отделены друг от друга. Рельефные грани и ровная поверхность хорошо контрастируют друг с другом. Смотрится очень четко и при этом формы относительно просты. Это как раз то, что мне нужно. Это очень-очень удобно. Также нам нужно для разнообразия фактуры проработать еще несколько референсов. На этом экземпляре мне нравится, как выглядят потертости и сколы по основным выступающим граням. Это нужно использовать на текстурах. Довольно интересный вариант. Тут достаточно интересная цветовая вариация, что тоже можно воссоздать. Возможно, рисунок фактуры слишком шумный. Это тоже нужно учесть при работе. Нужно будет воссоздать выразительные трещины и щели, которые мы тут видим. Мы уже создавали такие в ZBrush. Много красивых маленьких элементов детализации. Цветовая композиция участка поверхности весьма хороша. А вот на этом участке поверхности мы видим очень выразительные светлые участки. Небольшие выбоины и поры тоже смотрятся очень хорошо. Обратите внимание, что этот референс и предыдущий совсем не камень, это бетонная поверхность. Но смотрится она очень выразительно в нашем контексте. Поэтому можно представить, что такой вид вымышленного камня тоже имеет место. Это нужно для нашего концепта. Эти поверхности выглядят очень достоверно и хорошо вписываются в наш концепт. И то, что фактически это просто участки бетона или цемента, совсем не важно. Думаю, никто вам не скажет, что это совсем не то, что нужно, ведь бетон совсем не камень. В нашем случае для зрителя мы воссоздадим эту поверхность как каменную. Мне очень нравится вся эта малоразмерная детализация. Эти затененные углубления и поры очень хороши. Также я рекомендую при работе с фактурой изучать ее вблизи, использовать приближение, чтобы можно было достоверно передать на модели ее рельефную фактуру, отличать один тип деталей от другого. Так, например, тут много всяких выбоинок и пор, они в большинстве своем темного цвета. Конечно, присутствуют в них и выступающие светлые участки, но в большинстве они темные, а внешняя поверхность в основном светлая. На поверхности есть совсем светлые пятна, все это создает красивую контрастную композицию цветов. При создании подобной детализации важно точно и непримерно приблизительно понимать, что именно представляет собой та или иная деталь. Это важно, так как часто ход работы с такими элементами в Substance Painter идет совсем не так, как нужно. Нужно ясно понимать строение воссоздаваемых элементов, а не проводить приблизительную импровизацию. При таком подходе вы никогда не запутаетесь в том, что создаете. Важно понимать, какого конкретного вида поверхности вы хотите достичь, какими инструментами и в каком порядке действовать. На следующем же занятии мы продолжим разбираться с функционалом Substance Painter и проработаем представленные варианты.